Особенно приятно, что мы собрались в этом зале из-за того, что Варваров Андреевич, губернатор Московской области. Особое внимание уделяет архитектурному облику городов, изменения архитектурного облика, потому что все мы в той или иной мере перемещались по территории бывшего Советского Союза, обращали внимание и как на успехи в архитектурном плане, И также, наверное, обращали на неудачи, и уж кто-то другой, как не вы, наверное, и оседовали о том, что происходит и происходило в архитектурной среде наших городов. Сейчас я имею в виду больше Россию и, наверное, Московскую область. Много копий было сломано о том, что так строить нельзя. И, конечно, те безликие микрорайоны, которые в определенную эпоху, понятно, что после войны, наверное, излишне боролись с архитектурными излишествами. И вот то, что нам досталось наследие, как хорошее, как плохое, и вот архитектурное наследие, которое досталось, конечно, его необходимо менять в лучшую сторону. И для меня, и хоть самый непрофессиональный строитель, и не архитектор тем более, но для меня особенно удивительно, когда на архитектурной комиссии, на строительном совете, который проходит у нас уже недельно, профессиональный архитектор и профессиональный строитель показывают, ну, я уж извиняюсь за простоту и лечь такое убожество, и уверяют, что это действительно то, что народ ждет. А так, к сожалению, народ действительно, почему-то, вот, как из 90-х годов засела у многих мечта переехать из панельного дома в кирпичном наливке, и так вот мечта у многих сидит. И, конечно, наша задача, в первую очередь, российских архитекторов, учитывая, что здесь уже собрались архитекторы, боюсь, условно, международный уровень, конечно, наша задача и изменить мышление покупателей, людей, ни для кого не секрет, что строят в основном для того, чтобы продать. Второе, это изменить, конечно, отношение к нашим гражданам со стороны строителей архитекторов, но не нужно уже больше, чтобы попасть в эти безликие коробки, которые, наверное, были актуальны в эпоху или карбюзе, или в послевоенную эпоху, когда нужно было срочно-срочно-срочно обеспечить народ жильем. Сейчас, конечно, такая задача тоже стоит, но современные технологии позволяют при минимальном увеличении стоимости, конечно же, из обычной мгновенной железобетонной коробки сделать, ну, это уж не шедевр архитектуры, но, по крайней мере, то, что украшает города. И, конечно, хорошо, что происходит обмен мнениями на международном уровне, на территории СНГ, и я думаю, что у вас есть чем отменяться опытом, потому что приезжая в тот же Минск, приезжая в тот же Киев, к сожалению, не было в Азербайджане, не было в Азербайджане и других городах, где яркая национальная культура, и вот влияние национальной культуры на архитектуру местную, оно, конечно, производит неизгладимое впечатление, действительно получаются современные шедевры. И, конечно, вот этот обмен мнениями и использование и современных тенденций в архитектуре, и национальных традиций, оно тоже очень важно. И, опять же, находясь на территории города Москвы, мы прекрасно видим, как уживаются различные архитектурные течения, как временные из разных эпох, так же и национальные. Есть и построенные здания в турецком стиле, есть здания, построенные совершенно различных архитектурных традициях, и они как раз вот и сделали Москву такое яркое и разнообразное. И, конечно, вот эту тенденцию, которая была на революции, конечно, ее нужно и сейчас, наверное, поддерживать и развивать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ